Всем привет, ребят! Влог начинается с моего багажника, потому что сегодня, наконец-таки, я сниму эти вот вещи. А конкретно... Сегодня я поеду в студию и буду снимать на видео, как я меряю все эти вещи, как я и планировала, по красоте. Я уже забронировала студию, предоплату внесла. Единственное что, мы же не можем поехать без Нади. Сейчас я поеду к Наде, она заплетёт мне косички, потом мы заедем в МАК, потому что времени, как всегда, ни на что нет. Надеюсь, ничего не забыла дома из вещей, которые нужно показать. Точнее, я даже знаю уже, что я забыла. Кроссовки, украшения. Это всё я буду снимать дома, потому что на студии я взорвусь, у меня багажка взорвётся, и не дай бог, что-нибудь забуду, потеряю, поэтому нафиг. Пожалуйста, мои родненькие, мои любименькие, пообещайте мне, что посмотрите моё видео, когда оно выйдет, про мою новую одежду, то, что мне нравится. Не знаю пока, как это будет называться, но пообещайте, что посмотрите, потому что я так стараюсь, чтобы это видео получилось классным. Даже, блин, в студию еду мерить там вещи, я никогда этого не делала, честно, клянусь, никогда не снимала студию специально для того, чтобы снять такое видео. Ну, короче, обещайте, ааа! Вот правда! Я знаю, что вы расстроены, что сегодня последний влог, неделя влогов, но прошу вас, не расстраивайтесь, так как неделя влогов, это, конечно, кайф, но также будут другие видео, например, паранормальные ситуации, которые со мной случались, вот эти вот все истории страшные, которые происходили в моей жизни, это действительно правда. Я не знаю, как делать остальные блогеры, берут из интернета, придумывают, подписчики им рассказывают, либо у них у самих действительно такое случалось, но всё, что буду рассказывать я в своём видео, это будет реальная правда, конечно, без доказательств, но это будут реальные истории, и вообще расскажу моё отношение к этим всем мистическим делам, почему я в это верю, не верю ли я в это, ну, в общем, все такие детали узнаете. Ну, ещё, получается, у нас будет уже два классных видео про вещи, потому что там ещё будут украшения всякие классные, примерка будет, я надеюсь, что вы это оцените, потому что я столько вещей сейчас тащила, что вообще с дуба рухнуло. А, ну ещё я хочу снять видео про сны, потому что там вообще пипец. Я хочу поделиться с вами одним сном, который снился мне раз в шесть, наверное, один и тот же, повторялся, и меня это безумно пугало всегда то, что он мне снится, и не знаю, к чему это вообще он такой вот снился мне. Ну, короче, всё вам расскажу. Господи, как же я обожаю дебилов ссаных на дорогах. Просто обгоняет справа меня, чёрт вонючий. Вот, расскажу также самый страшный сон, который мне снился вообще один раз в жизни. Мне приснился самый страшный сон, который я запомнила на всю жизнь, при том, что это было очень много лет назад, и в странных обстоятельствах для того, чтобы приснился какой-то сон. Хотя не знаю, в общем, я вам расскажу всё. И, конечно же, ещё расскажу вам про сны, которые мне снились, после чего происходила какая-то дичь. Либо, знаете, такие вещи, сны. Типа, вот если вам приснится вот это, то, значит, у вас будет вот так вот. И вот я как раз расскажу ситуации и сны, в которых у меня всё это случалось. И это стрёмно. Так что, короче, вот, я уже подъезжаю к Наде. Сейчас я к ней зайду, запретём мне косички. Потом мы с ней сядем в машину, поедем в Мак, как я обещала. Ну вот, сделали косички. Косички, подружка моя сделала мне. Пока Надя запретала мне косички, я сидела и читала ваши коментосики на Ютьюбе. Много их. Долго читала. Всё время, что Надя косички мне делала, мы молчали, потому что я была увлечена вашими сообщениями для меня. Короче, кто-то там начал на меня гнать. Типа, ты что, сумасшедшая? С собачкой нужно гулять хотя бы 5 минут в день. Зачем? Если ей холодно, не нравится, потом, когда она приходит домой после улицы, она обоссывает кровать, потому что у неё стресс. Нафиг мне так мучить собаку. Вообще, вот эти пришли советы раздавать. Я её мать! Я лучше знаю, что ей надо. Мои собачки хорошие. Я бы хотела, наверное, квартиру в более новом доме с подземной парковкой, потому что это всегда такая большая проблема поставить машину, особенно зимой. И я понимаю, что это совсем скоро меня ждёт. И у меня даже лопата есть в багажнике, потому что какой-то зимой, наверное, предыдущей, я пообещала себе, что следующую зиму я встречу с лопатой. Потому что я устала от того, что я не могу поставить машину во дворе из-за того, что где-то снег просто валяется, либо не могу выехать, потому что у меня там машина вся в снегу. Ну, в общем. Поэтому теперь у меня всегда есть лопата. Ну, если кто-то нападёт, по башке стукнуть можно будет. Так что вот, сейчас мы заедем в Макдональдс. Дико хочу что-нибудь пожевать, потому что дома я ничего не ела, как обычно, хотя у меня есть вкусные бутербродики с колбаской вчерашней. Потом вернёмся. Мы уже опаздываем в студию, кстати, уже 5 часов, но вообще пофиг. Я на 2 часа забронировала, поэтому я думаю, что не знаю, насколько раньше мы закончим, потому что вещей дохренища, но я просто поставлю камеру, буду быстро переодеваться, кривляться в этих вещах. Ну, кривляться, чтобы вам показывать, как красиво эта вещь на мне сидит. А завтра у меня будет лазерная эпиляция, наконец-таки. Боже, меня так бесит, то, что я пропускаю лазерную эпиляцию, потому что это делать нельзя. Пропустила я её, потому что я была в Болгарии, и после того, как загораешь, по-моему, 5 дней нельзя, или неделю нельзя, короче, делать лазерную эпиляцию, и в итоге пришлось ждать. Так что сейчас как раз, завтра вот уже записалась на лазерную эпиляцию, и то, что заканчивается неделя влогов, это не значит, что я не буду снимать влоги, поэтому не расстраивайтесь, я всё так же буду снимать влоги, просто они будут выходить под другим названием, и не каждый день. Короче, я просто в диком шоке, я настолько злая, пипец. Короче, приехали мы в студию. Вот этот зал, куда я приехала, студия, он всегда типа на 3-й проходной, а сегодня 3-я проходная в ремонте, понимаете? И мы просто с огромными тяжёлыми пакетами с этим штативом, тоже тяжёлым. Пошли, короче, до 4-й проходной, до которой идти минут 20. Потом я прихожу в студию и говорю, типа, чуваку, извините, а чего вы даже мне не сказали, что идти столько, и вообще, ну, как бы я бы хоть поближе подъехала. Он говорит, я вам сказал, типа, когда подъедете, позвоните, я вас проконсультирую. Что, что я помню, что он мне сказал по телефону, когда я сбронировала зал, это то, что нужно ему на номер отправить имена типа тех, кто будет в зале, чтобы сделать этот талончик проходной. Короче, я в диком шоке, максимально злая. Просто пипец. Я вспотела, потому что из-за того, что мы тогда пирошли, времени еще меньше остается, а я это просто ненавижу. А еще зал не такой классный, как я думала, но в целом ладно уж. Так что, короче, сейчас быстро буду все мерить, чтобы классно все быстро отснять, и чтобы стало все время на то, чтобы пофоткаться. Ну что ж, все отсняли. Старалась очень быстро это делать сейчас. Короче, еще 40 минут у нас есть до конца. Я очень рада. Зал обычный. Я вообще планировала типа от солнца, то есть от естественного света снимать, но оказалось, что тут пипец мало места. Я вообще не ожидала, что студия будет такая. ну для фоток норм. Я думаю, что мы сейчас с нами пофоткаемся, наверное, че уж, добро пропадать. Вот, поэтому я снимала вот от такого света. Прикольно, кстати, придумали. Ну так, нормальный, обычный зал. Ничего такого, сверхестественного. Так что, ребят, обещайте, что посмотрите это видео. Мы уезжаем со студии, я уже, я очень рада, потому что что-то я там так устала, наверное, из-за того, что мы очень долго шли с тяжелыми вещами. Надя, я вообще не знаю, как выдержала, она вообще на каблуках. Моя подружка. Короче, только что я узнала, я просто офигела, я не знаю, почему никогда об этом не думала, но оказалось, что Надя козерог. Козерог. Я говорю, Надя такая, типа, а ты кто? Она такая козерог. Я говорю, да ты гонишь. Он говорит, нет, ты что, офигела, у нас пару дней разница, типа, в нюхе. Я говорю, ну ты даешь. Вообще. Столько лет дружим. А я только, у меня есть еще подруга, которая козерог, и которая еще и бык. А ты, получается, в год крысы, да? Да. Крыса. А ты крыс? Нет. Ты же 96-го, я 97-го. Нет, я 97-го года. Какого 97-го? 97-й год это год быка. 97-й год начался, короче, там по китайскому календарю уже не с 1 января, как у нас, китайский Новый год, но позже. А это так вычисляется? Да. Уверена? Ну я точно бык. я проверяла. Потому что ты в конце родилась. А ты в начале. А я в начале. Ну вот, крыся. Но это, Карина тоже крыся. У меня много крыс. А Слава в год собаки. Деревянный, по-моему. Я так угорала. Там же еще есть, типа, вот эти обозначения. Быки же тоже разные бывают. И вот я огненный бык. Бык. Короче, начался дождь. Настроение прям сныло. Погода классная, но, типа, тепло, душно, и неудивительно, что дождь пошел. Ну просто обидно. Как бы, конечно, все равно гулять сильно много я и не собирала сейчас. Мы сейчас с Надей сидим, думаем, чем вообще заняться. Я же вам говорила, что в какой-то из дней недели влогов я поеду на дачу. Так вот, из-за того, что я не поехала, вы не переживайте. Когда я поеду на дачу, я тоже буду снимать видео. Поэтому влог такой, типа, с дачи, он тоже будет обязательно. Единственное, что это не будет такой привычный влог с дачи, как там, вы, наверное, ждете. Типа, там шарики какие-нибудь играть. Такого не будет. Это будет просто поездка на дачу к дедушке. Но зато я покажу вам, что мы там сделали на даче уже. Там у нас беседка новая, забор покрасили. Ну, короче, есть что показать прикольное. Все, больше я сегодня никуда не пойду. Погода отстой, поэтому буду разбираться с вещами, возможно, их складывать. Не знаю, есть ли в этом смысл. Учитывая, что скоро мне надо снимать видео, в котором я буду все эти вещи опять, типа брать. Но мне это так надоело, что они в пакетах стоят, поэтому, наверное, я сейчас их буду складывать. Просто как-то отдельно их сложу куда-то в какое-нибудь другое местечко. Вы, наверное, меня спросите, чем я занималась все это время? Я искала стол на дачу, в беседку. Это очень уварительно, ни хрена не весело. Нашла. Отправила заказ. Мне должны позвонить, не знаю, сегодня или завтра. Сейчас уже 9 часов. Записываю stories, говорю, наконец-то я сниму видео в студии про вещи, которые мне нравятся, с примеркой туда-сюда. И мне девочка одна пишет, блин, зай, почему ты нигде не говоришь, что идея позаимствована у Дили? Я пишу, типа, о какой Дили? Я не знаю, о ком ты говоришь. Есть какая-то блогерша, Диля, я ее не знаю, но мне присылают скрин, типа, ее видео. И она мне такая пишет, если ты сама придумала, то классно, это просто совпадение. Приношу свои извинения. О чем ты вообще? В смысле, я сама придумала, в смысле, она придумала. Это никто не придумал, это просто, просто видео, как, господи. Вот такие тупые моменты я просто не понимаю. Типа, я у нее позаимствовала идею, какую? Показать вещи, снять в студии? Что за бред? Короче, в этом влоге я просто буду отвечать на ваши вопросы. Я думаю, что вы расстроены, потому что седьмой влог, последний, заключительный, должен был быть каким-то взрывным. Но, нет, этот влог будет очень простой. Я решила не мучить себя, не вылезать из своей шкуры, не выдумывать всякую чепуху. Сегодня у меня ненасыщенный день. Точнее, сегодня я занималась одним делом для того, чтобы потом сделать другое классное видео. Это конкретно съездить в студию, вы сами об этом знаете. А сейчас я просто дома и устала безумно от того, что-то скала тяжесть и болеть спина. И мне еще предстоит стирка, собирать вещи. Так что я буду разбираться дома и с вами болтать. Будет обычный домашний влог. А еще тут хочется чипсов. Смотрите. Если бы твоя дочь захотела тату в 16, разрешила бы? Нет. Я не разрешила бы. Я бы сказала, что когда тебе исполнится 18, ты сделаешь себе тату, если к тому моменту ты будешь этого хотеть. Потому что моя мама сделала точно так же. Когда мне было лет 15, я очень сильно хотела тату. Прям пипец, как хотела тату, потому что тогда это становилось так модно. Типа, девочки такие классные ходили с татушками. Я хотела здесь какую-нибудь надпись себе. И она сказала, что нет, когда тебе будет 18, тогда и сделаешь тату. И что вы думаете? Когда мне исполнилось 18, я настолько не хотела тату, а сейчас, когда у меня спрашивают, какую бы татушку я сделала, я, знаете, не то, что сижу и думаю, блин, ну, наверное, я бы не сделала. Я сразу говорю, нет, никакую бы не хотела, вообще не хочу. Не знаю, у меня такое отношение к татушкам, нафиг их не хочу на своем теле никаких татуировок. Раньше был негатив в твою сторону по поводу ресниц, фотошопа и так далее. Как ты справлялась? Никак. Просто он был и он прошел. Все. Знаете, есть такие вещи, смеется, тыкает вас носом во что-то, вот типа, ха-ха-ха, у тебя там зубы кривые. Не нужно расстраиваться из-за этого и плакать сидеть, типа, блин, надо мной смеются, потому что у меня кривые зубы. Ну, допустим, нужно просто ходить и еще сильнее улыбаться своими кривыми зубами и ходить всем и говорить, посмотри, какие у меня кривые зубы, но мне так нравится. И тогда люди просто перестанут над этим смеяться и издеваться. У меня так было, наверное, и с теми же фотошопами. Я никогда не скрывала, что я фотошоплю свои фотографии про ресницы. Я везде говорила, идите нафиг, мне нравится, я кайфую от этих ресниц. Не было у меня никаких депрессников на эту тему, поэтому вообще не парьтесь. Всегда нужно так все поворачивать, чтобы никто над вами не смеялся, вы сами должны над собой посмеяться. Я думаю, вы поняли, о чем я надеюсь. Постоянно один и тот же вопрос по поводу моих ресниц, какие сейчас ресницы я делаю. Вообще, я делаю сейчас 4D, изгиб D, длина 13, самые длинные, самые короткие, наверное, я думаю, 9. Получается, в пучке 4 реснички. Расскажи, как брали Виву, как выбирали, на что опираюсь в выборе собаки. Вивьену мы брали у заводчицы, мы ездили в Подмосковье, я созвонилась с девушкой, говорю, вот, здравствуйте, я хочу собачку, девочку Юрика посмотреть. И она сказала, что да, есть две девочки, собачки, приезжайте, смотрите. Мы приехали в Подмосковье, ехали, наверное, часа полтора, и я даже не думала о том, что реально, вот, все, сейчас у нас будет собака, это все было так странно. Не то, чтобы не думала, я не знала, возьмем ли мы в итоге собаку, потому что, ну, на нее же нужно посмотреть, понять, твоя собака, не твоя, поэтому у нас ничего не было, даже никаких кроваток, купленных, ни пеленок, ни корма, то есть ничего у нас вообще такого не было для собаки дома, потому что мы не были уверены до конца, что вот сегодня мы возьмем собаку. У этой заводчицы очень-очень много йориков, она вынесла двух собачек маленьких, они обе были очень волосатые, не причесанные, прям, как какие-то чудовища, я даже не знала, как так вышло, что мы взяли собаку, потому что, но они все равно были очень милые, потому что они были маленькие щеночки, она, получается, вынесла две собачки-девочки, три с половиной, по-моему, или три месяца, я уж не помню, сколько было Виве лет, точнее месяцев, когда мы ее взяли, и две собачки-сестрички, Вива и ее сестричка, представляете, так странно, но Вива так сильно отличалась от своей сестрички, Вива была такая красивая, у нее было такое, знаете, когда я звонила заводчице, она у меня спросила, вам, типа, для чего нужна собака, я говорю, просто для себя, хочу собаку, она говорит, хорошо, а для вас важно, чтобы у собачки было, типа, baby face, что-то такое, знаете, это же очень модно, ну, чтобы собачка выглядела всегда, как ребенок, типа того, как щенок, я говорю, да не то, чтобы прям важно, но хотелось бы красивенькую, миленькую собачку, здоровую, главное, она говорит, что у нее все собачки здоровые, туда-сюда, ну, и в итоге, короче, мы приехали, и как раз Вива оказалась, милым ребенок, а ее сестра вообще по-другому выглядела, я в шоке, и из двух собачек, получается, мы выбрали Виву, этот выбор был очевиден, я когда ее увидела, я вообще офигела от того, какая она милая, несмотря на то, что она выглядела, как какая-то чупакабра, а была ссатая, просто как чудовище, вся была заросшая, но она была такая маленькая, мне хотелось только ее съесть, и я помню, как сильно она воняла, другими собаками, типа, вообще, привезли домой, точнее, до того, как приехали домой, вещей для собаки, типа, тарелочки, мисочки, вот эту вот все, кроватку, вот, а еще заводчица сказала не купать ее неделю, чтобы она, типа, свыклась с этим запахом, мне как-то эта затея не очень понравилась, наверное, где-то день или два мы ее не купали, было очень тяжело, потому что она была такая милая, ее хотелось всю сюкать, брать на ручки, обнимать, от нее так воняло, пипец, это была сложная задача, в итоге, через два дня, или через день, даже я ее помыла, и еще, кстати, популярный вопрос по поводу того, как мы приучили Виву к пеленке, она сразу была приучена к пеленке, то есть она сразу писала на пеленку, но мы очковали, что она начнет все везде описывать, все застелили там пеленочками ее, она начала на них писать, мы эти пеленки не выкидывали, потом мы их начали класть туда, где ее туалет будет в итоге, чтобы она по запаху определяла, на самом деле, я много смотрела видосов по поводу того, как приучить собаку к пеленкам, и всякое такое, я с самого начала хотела, если брать собаку, то чтобы она дома могла ходить в туалет сама, потому что я, я не из тех людей, которые с кайфом хотят гулять на улице, я вот типа гулять с собакой, это такое, это вот самое мое нелюбимое, это вот, знаете, если бы я была маленькой, и сказала маме, давай заведем собаку, она сказала, тогда ты сама будешь с ней гулять, и я бы начала говорить, да, я обязательно буду с ней гулять, я бы наврала, потому что я не люблю гулять с собаками, я вообще в принципе не особо много гуляю, а собака тем более не хотелось бы просто мне не хотелось туда опять в 9 утра вставать бежать собакой гулять потом еще гулять да зачем у нас отлично собака дома ходит туалет ей вообще по кайфу тепло никто ее за попу не кусает никакие комары а по поводу того почему мы взяли именно такую породу собаки это йоркширский терьер для тех кто не знает просто некоторые спрашивают что за порода собаки у вас это йоркширский терьер очень сладкая милая собачка у моего папы была такая собака у карины тоже йорик блютик и я очень хорошо знаю таких собак их характер я знаю что они умные адекватные классные очень нежные собачки поэтому поэтому вот других собак я не знаю характеры для меня было важно чтобы собачка была милая нежная и самый кайф в том что она обожает сидеть на ручках типа знаете бывают такие животные которых хочется погладить подержать на ручках а им это нафиг не надо и они ненавидят это а лива обожает это она у нас такая ручная милая собачка и когда я держу ее у себя как ребеночка ей нравится она может меня обнимать вот так поэтому я счастлива и ее обожаю на лучшего все собака в мире просто короче говоря я решила чем мы с вами займемся я это решила после того как налила себе бокал вина я подумала очень давно не разбиралась у себя в столе в полках в столе обычно у меня здесь порядок точнее как я здесь разбираюсь раз в полгода наверное идеальная чистота а потом как всегда куда-то тороплюсь надо там что-то быстро достать где-то ищу и все набрасываю набрасываю поэтому сейчас мы с вами будем разбираться в моем столе и возможно найдем какие-то старинные артефакты и вообще посмотрим что у меня в полках в столе потому что там может быть такая жесть о которой я даже не подозреваю блокнотик которыми кстати карина подарила здесь много всего интересного стихи мои ответы на вопросы отвечая на негатив я записывал какие-то типа не то что сценарии а планы для видео темы точнее и половину даже больше из этого ничего не сняла потому что значит это того не стоило сейчас мы разбираем верхнюю полку тут мне ручка моя лежит именно и который мне безумно нравится что это вообще здесь делает это блёшки на лицо которые ни разу не открывал и даже не смотрел что не выглядит вау классно то есть я могу сделать себе леснушки из блестяшек прикольно смотрите знаете в такие моменты когда у меня есть такие красивые всякие карандашки штучки ручки мне так хочется пойти учиться но кстати здесь можно хранить какие-то украшения вместо карандашей ладно пусть пока полежат не знаю откуда а мне по моему как-то духи какие-то дарили типа подарок для блогера что-то в этом роде и там было это петличка который я не пользуюсь потому что по моему она плохо работает если работает вообще тут у меня фотосессия баланс ну как фотосессии эта фотка в париже мы были карточка аптеки еще одна какая-то коробочка от пандора кстати раньше я была фанатом и собирала тут какие-то фоточки у меня тут даже есть супер старые фотки еще когда я жила с мамой и с родителями просто посмотрите на эти фотки жесть да такие старые вообще такая другая прикольно это кстати похоже на что-то славина вот такая штука здесь у меня для карточек это вообще ужас потому что это карта и типа со всякими пошлыми картинками но играть очень интересно моя любимая игра коробочка и здесь у меня лежат всякие фиша и интересные ощущения рабочие раньше же это было модно вот эти фиша и на телефон все с ними ходили такие модные сейчас вообще всем мне кажется на это пофиг короче получилась какая-то фигня это когда мы в испании были с кариной нам подарили каждый по шарику и мне еще розовый подарили я так рада мы в этот играли почему он так быстро летит короче говоря прислали вот такую штучку это типа специальный альбом сюда можно вклеивать фотографии но я не стала сюда вклеивать фотографии решила это использовать как мой дневник и решила рассказать записывать здесь историю моей жизни какие-то вкратце такие моменты я иногда ухожу сесть вести дневник потому что сейчас я вам такое покажу вообще с дуба рухнет у меня тут наверняка он где-то лежит дневник который я вела когда была маленькая ну как маленько мне лет наверное 12 было и там я рассказывала про то как я влюблена в мальчика в школе как мы поругались и всякое такое очень смешно сейчас если я найду я вам покажу спрашивают что я думаю по поводу сериалов которые я смотрю нравится ли мне ну конечно мне нравится мне хорошие зачем же я тогда их смотрю в сериал сотня что могу про него рассказать задумка очень интересная когда я начала смотреть мы с кариной начали смотреть первые две серии мы посмотрели мне настолько неинтересно было что мы потом наверное дня 4 вообще не смотрели этот сериал даже не досмотрели получается вторую серию до конца как-то вообще настолько не зашло а потом мы решили начать дальше смотреть и зашло пипец как но сейчас я тоже смотрю но знаете уже не с таким большим интересом потому что я уже на чуть ли не последнем сезоне если не на последнем придумали всякой какой-то уже непонятной чепухи который я абсолютно не разбираюсь типа сначала у меня были какие-то любимые герои за которых я болела которых я представляла что они вместе будут а сейчас такого нет там постоянно война постоянно война меня он пипец как увлек что я уже достаточно много глянула так что рекомендую а еще мне такое настроение провести сегодня трансляцию не знаю посмотрим как карта ляжет сейчас почти 10 часов поздновато но что поделать первую я уже разобрала и хочу чтобы здесь больше ничего не лежало карты все еще не показываю вам это ужасные наушники их не оплачиваю просто полочку складывать на на конечно оплачиваю ребят а вот и моя любимая тетрадка все просто все просто взорветесь как она выглядит красотища какая-то в ужасном состоянии ужасно но она такая интересная мне нравится открочи карандашом написано и типа прочитать можно только если как-то под каким-то углом смотреть я люблю знак вопроса мне нравится или ненавижу типа дневник юля 6 класс вопросы и ответы уже в шестом классе я была так увлечена вопросами и ответами вы сейчас взорветесь я вам сейчас зачитаю чуть-чуть своего дневника это просто лучшее что вообще могу случиться с вами в этом влоге дневник гагетинзи юлии вы готовы сегодня холодный ветреный день я как обычно шла в школу только это был какой-то необычный день и я как всегда подкатывала к и замазана мне уже нравится он постоянно говорит что я к нему подкатываю я его называю козел да 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 то так и написано но я походу втюрилась но у него есть девушка 2009 год 23 сентября это вот было написано в этот момент странице номер 2 жаль что у него есть девушка это как бы продолжение а он мне нравится с четвертого класса просто как друг а сейчас я понимаю что люблю его я так и написано ребят все как я читаю так и написано очень тяжело любить и не быть с любимым это тяжело я вижу его каждый день почти каждый час я его люблю а кстати я его сегодня обняла да да тут есть имена их я назвать не буду поэтому буду говорить так один человек любит другого человека а я не знаю что со мной творится как будто я его еще люблю но я наверно люблю только в глубине души следующая страница а завтра будет новый денек день ок как и написано сегодня 24 0 9 я сейчас сижу на музыке это уже четвертый урок на уроке музыки я понимала что не люблю его он меня ударил и дуры пять раз обозвал вот козел он сзади меня сидит а сейчас я понимаю что люблю его да да почему все так тупо я вам клянусь я читаю все как написано сейчас я его не люблю а вот сейчас я его люблю сегодня 3 октября мне кажется что я люблю другого я какая-то вообще извините про судя по этому дневнику шестого класса что я люблю другого я с ним уже встречалась имя вообще мы были ссоре ну понятно что мы расстались мы поговорили о этой ссоре и я опять почувствовала что люблю его раньше я и не замечала его когда мы в ссоре были я думала что он встречается с другой девочкой оказалось боже то боже так интересно захватывает оказалось что он просто придуривается мне на зло я не знаю чего хочу походу я добиваюсь чтобы он предложил встречаться он сегодня меня обнял да да и сказал что я его девушка привет всем сегодня 8 октября сегодня такой скучный день в школе пришла девочка она после болезни я ее не перевариваю кстати у нее была ангина я пошла в кино с мальчиком и с одной девочкой мы пошли на кино под названием дитя тьмы мне понравилось а когда мне было страшно я прижималась к одному мальчику я обняла его я держала его за руку а у меня это был лучший день моей жизни так пишу я я положила на его плечо свою голову а он на мою голову свою я была рада как я его люблю девочка просто его держала за руку а я обнимала его да да потом мы пошли в баскин роббинс кульно посидели тут я рассказываю кто какое мороженое заказал короче я уже больше не могу читать этот дневник психопата вы такое делали это было так увлекательно жалко что у меня так мало таких дневников именно поэтому в какой-то момент мне захотелось вести дневник вот в данный момент времени чтобы потом через пять лет я смотрел к чем я вообще писала вот как я сейчас это смотрю тут я расскажу что я заболела всякая фигня начинается моя самая любимая сейчас просто взорветесь ягода по моему только карине показывала то ли славе я показывал этот дневник мы взрывались просто как конченый посмотреть как я написала ай лав ю ай лав йоу надо чего вы хотите от меня в шестом классе я сейчас так пишу ладно на самом деле у меня с английским все плохо но конечно не настолько но плохо надо учить английский ну так лень вообще ребят итак дело в том что у меня уже постиралось белье поэтому пойдемте на балкон обожаю знаете суть даже не в том что я такая молодец все перестирываю постоянно я просто ненавижу когда этот бачок у нас не бачок и контейнер типа с грязным бельем заполнен я ненавижу туда вот так вталкивать но обычно я часто стираю точнее как типа как только набирается на одну стирку я уже стираю сразу но в этот раз мы забыли купить порошок который закончился поэтому все так немножко затянулось но главное что все постиралось сейчас повешу новое белье потом посмотрю как хватает тут места на вторую стирку или нет короче кто-то в комментариях написал то что мне кажется или июля всегда себе поднимать настроение вину на самом деле нет я понимаю что меня смотрят достаточно взрослые ребята ну есть конечно не взрослые кому нет 18 кстати офигенно давайте ребята напишите в комментарии сколько вам лет пожалуйста я буду очень вам благодарна потому что я конечно вижу статистику ютюба кто меня смотрит и там больше людей от 18 до 24 лет но все равно я всегда думаю это может быть не точная статистика еще что-то короче по-братски просто как подружек вас прошу и мальчиков и девочек напишите сколько вам лет мне безумно интересно потому что я иногда не понимаю точнее боюсь что-то такое говорить потому что вдруг смотрят дети как же я люблю эту сумку просто пипец я с ней постоянно во все путешествия во все поездки она такая удобная в самолет ее беру намного удобнее чем рюкзаки кто-то говорит чё так слава мало показываешься такой ребятам просто болеет ему плохо у него температура но сейчас нормально ну как температура есть но не такая сильная потому что ночь вообще тяжело было ему вот и короче он говорит что у него ангина я в этом не сильно разбираюсь в плане ангин и так и так далее но когда он это сказал я вспомнила песню который поется болел с тобой я болел я так тебя хотела я так тебя дала ла 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 болел ангин и заболел ты же с другой такие вот дела надеюсь что камеры скоро не сядут потому что у нее зарядка что-то не так уж долго держится как мне бы этого хотелось так вот мои хорошие девочки готовьтесь к взрослой жизни нечего сидеть в носу ковырять уже почти шесть лет живу одна без родителей и я привыкла к такой жизни то что я сама за собой все убираю сама должна думать о том что поесть сегодня и все такое вот кстати провод который купила двухметровый такой длинный такой кайф заряжает хорошо это главное и стоило не бешеных денег такие вот татуировки покупала в республике но так как и никуда не наклеила и не знаю куда раньше я была помешана на всяких этих переводилках у меня их было очень много да и сейчас тоже где-то дома их много найти просто надо валяются у меня же другой это слабо что я мне подарил бесценная и любимая как хорошо когда ты рядом другого счастья мне не надо 4 12 18 что за 4 что за дата он просто так подарил что ли не понимаю пойду спрошу я все выяснила это действительно сделал он ну открытка подарил я говорю что за 4 12 ну 12 декабря понятное дело почему 4 что за 4 что было 4 декабря 18 году без понятия ладно почему я вообще ставил сохранила обычно я их не долго сохраняю о смотрите у меня есть еще татуировки что с ними делать вот это очень крутая штука мы ее покупали на тенерифе это в общем магнит для холодильника сюда вписываешь короче пароль вай фай вот этот слой логин не знаю прикольно я рада что у меня сохранилась держалка для телефона самое странное что все это у меня лежит в столе когда мы играли в гольф до сих пор вспоминаю это прекрасное волшебное мгновение это было так круто кто не знает кто не видел мы с кариной были в испании и играли там в гольф короче посмотрите два офигенных влога как мы проводили там время они очень классные насыщенные смешные это мы со славой в лондоне но я только не пойму кто нас фоткал у у кого был полароид а это мы со славой были на свадьбе у его дяди в молдавии я правда везде очень стрёмно выгляжу кроме одной фотки на пофиг так что за документы понять вот эти все договора так это вообще можно нафиг выкинуть дубай в который я не полетела короче я собираю счета но какой в этом смысл если мы их оплачиваем онлайн типа не знаю но вот эту вещь надо сохранить я в инстаграме проводила конкурс ночью сегодня что если кто-то угадает как будет называться новый влог тому того я объявлю в своем видосе покажу инстаграм и прикиньте никто не угадал я в шоке учитывая что я выстрела кусок из влога в котором я прям проговариваю название это было в самом конце наш дом это отражение нас самих мне очень понравилась эта фраза и знаете мне нравится то что мои блоги недель влогов называются как-то ну как сериалы знаете как у каждой серии есть свое название и мне это понравилось и я думаю что сюда теперь буду так делать либо какую-то фразу либо то о чем идет речь в этом видео не обязательно это будет главная тема этого ролика нет но просто то фраза который меня зацепит она будет название вот получается какие у нас еще название в неделе влогов то получается первый блок у нас называется маникюр с подружкой 2 домашний 3 я беременна четвертый челлендж какашка 5 мошенники в вк шестой наш дом это отражение нас самих и вот этот 7 влог пока не знаю как будет называться но вы уже знаете как он называется потому что вы смотрите это видео и название у вас наверху поэтому фиг знает как я его назову но думаю как-то интересненько типа дневник прошлого узнать такое что-то волшебное нос заложен скотина ты такая почему у меня это нос закладывает знаете как-то раз я заболела и после того раза у меня часто нос заложен и у меня поэтому всегда дома обязательно должны быть капли для носа иначе я зайду короче порядок должен быть везде и во всем в столе даже в шкафах знаете там где никто не увидит все равно должен быть порядок потому что таким образом вы вы это делаете для себя прежде всего потому что дома можно и не убираться ну грубо говоря можно закинуть все по шкафам спрятать от гостей например тех же самых но вы сами будете понимать и осознавать что у вас срач поэтому самое главное только просто что вы открывали ваш глаз радовался тому что все разложено короче пойду я за каплями а то сейчас с ума сойду так на чем мы там с вами остановились надеюсь что вам будет интересно такое смотреть просто болтушки мои в комментариях потом узнаем но вообще хочу так сказать мне так приятно читать комментарии под всеми влогами из недели блогов комменты просто супер они все очень милые и с каждым днем комментарием все больше и больше становится то есть на последних видосах уже там больше тысячи комментариев на первых каких-то 2 там 400 500 ну типа класс приятно мне очень это приятно я это безумно ценю и это вдохновляет и хочется снимать часто видосы часто влоги потому что блин я всегда знала что влоги заходят лучше всего у меня на канале но из-за того что типа на эти влоги не привлекают новую аудиторию мне кажется мне нравится и моя аудитория сами понимаете я вас очень люблю но новая аудитория число подписчиков это же так важно в мире блогеров и мне это так бесит так что у нас тут вообще вот вторая полка первая полка вот это я вам ее показала вторая полка я не знаю что сюда еще положить тут у меня всякие резинки не знаю даже зачем короче вот как сейчас выглядит мой стол много бардака да они понятного эти шарики можно сюда положить я их люблю храню как память чехлы эти можно выкинуть эту штуку может она когда-нибудь тоже пригодится можно тоже здесь оставить наверное моё самое одно из ненавистных вот именно где убираться это во всяких полках шкафах потому что да я убираюсь я знаю что там чисто но я же не вижу это так часто как например помыть полы и пыль протереть в третьей полке она самая такая у нас глубокая давайте покажу вам сразу бардак надо было сразу начать показывать до и после вот как выглядит полка вот это сейчас тут много проводов я сюда типа всякие провода кладу это кстати покупали в париже со славой в диснейленде когда первый раз там были покупали хотели кому-то видимо подарить так что сейчас все это достану и буду наводить тут порядок так тут есть какая-то коробка и мне всегда интересно что здесь точнее я всегда забываю что здесь лежит то короче вот коробка и почему-то я думаю что здесь чехлы которые мне нужно нафиг кому-то отдать либо выкинуть так тут чехлы вот такой чехольчик вот такой вот такой они все старые убитые это вообще типа в машину зарядка кстати можно отдать кому-нибудь например какие-то проводочки вообще не знаю зачем ну что ж мои хорошие как я и предполагала у меня села батарейка поэтому она у меня сейчас заряжалась аккумулятор а сейчас пока у меня заряжался аккумулятор я уже начала монтировать влог который вы сейчас смотрите и я сейчас уже на 25 минуте а у меня всего час материала я думаю боже зачем я столько много снимаю вообще сумасшедшая с мамой болтали но мы с вами еще не закончили разбираться вот эту коробку мы с вами посмотрели или нет а нет не до конца тут всякие вонючие чехлы которые надо куда-то убрать избавиться я не знаю вообще сколько этому лет когда еще я была маленькая мне кажется я заказывал со всяких интернет-магазинов какие-то знаете украшения старинные которые я даже никогда не носила может так для видео один раз кстати на самом деле не так уж это плохо смотря с чем надо это как-то достать куда-то положить чтобы недалеко в ящике валялась вай-вай-вай забрала у славы собачку я говорю маме чтобы она мне рассказала в аудио мистические всякие истории которые происходили у нее дома потому что я их тоже знаю она мне их рассказывала во всех красках подробностях но чтобы не упустить никакой детали я говорю запиши в аудио чтобы я могла переслушать и как бы рассказывать я говорю давайте по вместе с ними такое видео раз ну тебе есть чё сказать по этому поводу и она короче такая пишет типа а насчет мифических историй это да я могу рассказать я думаю что у нее т9 и поэтому мистические превратились в мифические а короче она говорит чтобы я приехала на дачу скорее всего я так и сделаю и там будет пипец мистического просто прикиньте ночью сидеть на даче один такой фонарик на столе поставим на фон какую-то стремную музыку на нем бокал вина шашлык и будем рассказывать пистических историй это будет бомба вообще кто за такой видос обязательно пишите в комментариях эта коробка изумительно подойдет для чего-то более важного почему тут лежит всякая хрень которая мне вообще не нужна еще кстати у меня есть вот такая камера инста 360 и на нее можно делать фотки 360 и видео снимать ну мы так не сильные фанаты такого попробуйте как-нибудь разобраться может найдете что-то что давно искали или то что вам сейчас нужно вы совсем забыли что у вас это есть чё за чеки от телефона небось iphone 7 плюс буду выкидывать мусор провода я люблю когда все провода всегда аккуратно сложны кстати вот мой двухметровый провод который сломался в болгарии он это так было неожиданно для меня так расстроилась а вот эта штуковина это короче сделали в отеле в париже когда мы были в этом дорогущем прицепили мне на провод чтобы он типа всегда был собранный поэтому я это выкидывать не буду сейчас на слой привяжу несмотря на то что я наушниками очень редко пользуюсь потому что я всегда в машине езжу слушаю музыку дома я редко слушаю вообще почти не слушаю музыку дома дома я только смотрю сериалы и какие-нибудь передачи пока убираюсь посмотрим сабрину потом я вернусь к компу доделывать видос все загружу подготовлю и с кайфом лягу спать так что вот такие у меня планы но правда я еще не разобралась что же все таки сделать чехлами выкинуть их нафиг или нет короче выкинуть их нафиг сам уже ни о чем есть у меня еще вот такая коробка не знаю что здесь внутри чехлы такие старые и такие убитые уже просто вот я не знаю даже что сказать обгрызенный вот этот только классный а вот этот единственный чехол который я бы сохранила когда я была на главной сцене нам всем раздали такие чехлы сохраню как память это было клево я взяла и выкинула все эти чехлы я справилась а еще знаете так приятно когда люди пишут что я их мотивирую потому что я всегда переживаю что я никого не мотивирую например взять карину который снимает неделю худеющего человека кого-то на этим мотивирует правда не меня потому что меня таким смотивировать очень сложно но но я переживаю что вдруг я никого ничем не мотивирую и когда люди пишут что я их мотивирую например даже знаете элементарно хотя бы убраться дома меня это дорогого стоит правда потому что я сразу понимаю типа блин класс я не просто так и не зря все это делаю я кого-то мотивирую поэтому если я вас мотивирую напишите об этом пожалуйста в комментариях мне будет очень приятно это читать а еще приятно когда ты заканчиваешь монтаж ложишься спать очень-очень сложно расставаться с хламом потому что каждый раз думаешь что что он нужно и важный и сейчас самый сложный вопрос сохранить мне вот эту сохраню мне написал когда-то сколько лет назад и непонятно для чего вообще 4 числа что за дата мы разобрались в этой полке вам наверное кажется что это мусор но это провода которые бывают часто нужны в принципе они в зоне досягаемости а еще здесь наушники пожалуй я их на передний план положу хоть я это все искрутила и было красиво и снова это все в бардаке выглядит но на самом деле пусть оно лежит лучше так все равно короче пофиг все что у нас дальше пакет здесь парик он конечно же не из натуральных волос и я его сейчас померю я думала что буду снимать какой-то крутой клип в этом парике и все офигеют вау она поменяла образ да ай глаза вонючки лезут ну как вам я очень сильно похожа на себя в детстве с таким париком немножко прям посижу чтобы офиговали это у меня тоже какой-то штатив и по моему вообще для гопро и очень длинный да но гопро я давно не пользуюсь и он у меня очень сломан ммм добро пожаловать это нам дали в греции чтобы мы смотрели куда чего но мне это уже не нужно поэтому выкидка нафиг какой-то мешочек кстати зачем он здесь но я люблю такие мешочки присылали приглашение на концерт выходили кстати чехол от колонки которые у меня даже нет но здесь можно кстати хранить например какие нибудь карты памяти классный чехол а еще кстати что вы знали мой паспорт вот в таком чехле мои документы я с этого дико ржу у нас таких два я думала что слава тоже будет ходить с таким но он не стал с таким ходить поэтому он уже давно покупали в республике все мне жарко я больше не могу так что теперь вы видели все в своей жизни покупали в испании на тоннериф и так это и не приклеила ни разу к телефону просто вот только заговорили про учебу я нашла свою методичку история отечественной литературы для студентов первых курсов факультет журналистика методичка моя так на самом деле здесь не такой же бардак так что вот такой вот у нас сегодня был день сейчас что я буду делать я пойду смою косметику возьму вкусняшек с кайфом лягу смотреть сабрину потом слава ляжет спать а я пойду доделывать этот влог который вы сейчас смотрите потом я лягу спать тоже и когда я встану я открою влог и у меня будет такой типа знаете релакс день когда я ничего не буду снимать ну сторисы наверное буду снимать конечно же вот а потом поеду сделаю лазерную эпиляцию вернусь домой съезжу покушать может быть не знаю не знаю посмотрим как карта ляжет ну короче с этого дня с этой самой минуты после того как вы посмотрели этот влог следите за мной теперь в историях в инстаграме ну и вообще в моем инстаграме пишите в директ я все читаю постоянно захожу в директ смотрю кто мне что пишет так что не думайте если вы что-то написали я это не увидела все что вы пишете в директ я все вижу просто на что-то я не отвечаю кому-то я отвечаю если даже вы какой-то вопрос мне там зададите так что короче давайте будем на связи не будем теряться очень мило сказано как будто бы я с подружками своими прощаюсь после встречи спустя пять лет не знаю спасибо что смотрели эту неделю влогов мне безумно приятно что столько просмотров такая активность для меня это очень важно ценно и я вижу вот этот отклик знаете в котором я так нуждалась спасибо вам за это надеюсь что вы будете дальше смотреть мои видео всех люблю целую обнимаю и всем пока пока